Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Почему? Потому что она насыщает инстинкт, инстинкт добычи, он неисчерпаем и собака играет в дальнейшем без вас, независимо от того, есть или нет, собака поиграла, вы ей будете предлагать, зачем ей с вами играть, если она уже играла. Понимаете? Поэтому есть смысл собакой играть и учить ее в игре переносить предмет, бежать за ним, хватать его, когда хватает, приносить вам его, когда вы его берете в руки, отдавать его вам. Есть в дальнейшем смысл поработать над тем, чтобы собака ждала, чтобы была выдержка, чтобы вы закинули, и собака без команды не хватает, не бежала. Это своего рода вы вводите в игру определенную дисциплину. Вы начинаете приемы послушания приносить в игру. И собака на высоком драйве, когда хочет играть, хочет бежать, хватать, вы работаете с переключением с активного состояния на спокойное, со спокойного в активное. С помощью выдержки дисциплины сидеть, пройти, смотреть, не хватает, да, хватаешь. То есть есть определенные правила, которые вы знаете и прививаете эти правила своей собаке. И проблем нет в дальнейшем в игре. Вы достаете игрушку, собака не прибегает, ее не хватает. Собака хочет с вами играть, собака прибегает и видит, что вы сейчас начнете игру. И игру вы начинаете, а не собака. Если собака прибегает и хватает игрушку, не было никакой команды, то вы принимаете правила игры от собаки. Вы должны прививать свои правила, чтобы это было удобно, чтобы вы игрушку в дальнейшем не прятали за спину, не поднимали ее высоко, не блокировали. Чтобы игра была без конфликта, чтобы понимала собака, когда вы говорите, да, она отпускает, когда игрушку у вас в руке, команды не хватает и так далее. Это удобно, тем более с такими собаками, которые очень любят играть. Но любят играть не так, как вы играли, а любят играть вот так, как показал я. В дальнейшем веревка убирается с игрушки. Вы можете игрушку в дальнейшем откидывать и без веревки, это может быть не канадик, это может быть пулем или мяч. В дальнейшем, если эта игрушка удобная, так, чтобы собака разбегалась, ее хватало, вы можете держать ее в руке, собака бежит, вы держите ее в руке, собака хватает именно игрушку. Либо переключается с одной игрушки на другую. Сейчас мы пробовали, делали так, чтобы собака потеряла интерес к предмету, мы обездвиживали предмет. Если бы это не сработало, мы бы подставили лакуйку к носу, чтобы собака переключила свое внимание на еду. Если бы это не сработало, мы бы взяли другой предмет, взяли бы его, привязали на веревку, этот бы предмет мы обездвижили, а другой предмет мы бы начали приводить в движение, чтобы собака потеряла интерес здесь и переключила внимание на глаза. И вот так переключали по с одной и кучке на другую. То есть много различных инструментов, что нужно обучить собаку правилам игры. И в дальнейшем это удобно, когда собака физически нагружается и умственно нагружается в тренировках, в воспитании, в послушании, в играх. И в дальнейшем с такой собакой дома спокойно. Когда вы приходите, вы на улицу вышли и просто походили, погуляли, что собака то там понюхала, то здесь на кого-то полаяла, то туда куда-то потянула. А вы выходите на улицу, собака сходила в туалет, и вы ее сразу чем-то занимаетесь. Чем? Берете с собой лакомство, берете с собой игрушку, вы с собакой играете, вы не ждете и не смотрите, когда собака там насмотрится куда-то, на кого-то налавится или еще что-то. Вы убегаете, прилагаете его, предлагаете лакомство, выдержка, еще что-то, еще что-то. Вы время собаки занимаете собой. В дальнейшем возникают различные ситуации, когда кто-то идет с собакой, либо где-то выбежала собака. Или еще какая-то ситуация, когда собака отвлекается на что-то, но вы привлекаете ее внимание, у меня лакомство, пошли со мной скорее играть давай и так далее. И собаке неинтересно что-то, ей интересно с вами. Почему? Потому что вы полностью восполняете все ее инстинкты. Есть потребность в общении, социальный инстинкт, и вы полностью активно принимаете участие в этом. Есть потребность в еде, когда собака хочет кушать, и вы полностью реализуете ее потребность, вы берете с собой еду, и полностью собаке все вы даете, вы скармливаете от себя. Позанимались и покормили. И вы с собакой поиграли. Движение есть активность, есть потребность кусать, играть, и вы предлагаете определенные правила. И в дальнейшем это очень удобно. Концентрация, внимание собаки на вас, когда вы управляете собакой. Продолжение следует...